Мошенники, коллекторы, киберпреступники. В жизни каждого человека однажды возникают желающие легко поживиться чужими деньгами. Способов и схем великое множество. И доверчивость часто играет с людьми злую шутку. С вами программа «Вызов принят». Здравствуйте! Мобильная связь так прочно вошла в жизнь человека, что сложно представить, как без сотовых телефонов обходились раньше. Причем сейчас устройства выполняют не только функцию связи. Расширяется спектр предлагаемых услуг, которые можно заказать через мобильный, удобно, быстро, сэкономив время. Одновременно растет мошенничество в этой сфере и возможность быть обманутыми. Несмотря на многочисленные предупреждения от сотрудников полиции, на бесчетное количество историй и примеров, рассказанных средствами массовой информации, со временем не становится меньше доверчивых людей, обманутых мошенниками. В зону риска попадают прежде всего пенсионеры, а методы забрать у пожилых людей последние деньги все так же бесхитростны, как и раньше. Мошенников не становится меньше, и как только люди перестают реагировать на один способ обмана, злоумышленники тут же придумывают новый. Один из самых распространенных случаев, который, кстати, несмотря на свою продолжительную историю, все так же действенен. Это СМС, в котором некто представляется родственником или знакомым и сообщает о том, что оказался в беде. Сбил человека, попал в аварию, оказался в полиции или больнице. У него что-то с телефоном, и поэтому СМС пишет с чужого номера и просит перевезти денег. Основными видами мошенничества в настоящее время являются такие, как звонок на мобильный телефон. Ваш сын попал в аварию, ваш сын попал с наркотиками в полицию. В настоящее время решается вопрос о задержании его, места лишения свободы. Но, однако, поступают в ходе разговора такие предложения, что можно решить вопрос мирно. Нужно созвониться со следователем, или он вам сейчас перезвонит, и выполнить свои условия. Да, люди на это ведутся, как правило, и придется выполнить требования данных мошенников. Еще жулики могут предложить вам оказать какую-либо услугу, для чего потребуется либо отправить дорогостоящую СМС, либо и вовсе перевести энную сумму на чей-то счет. Второй случай, более распространенный, это люди приобретают имущество автомобиля, как зачастую это бывает, через сеть интернет. Это, то есть, заниженная стоимость, людей это заманивает, делается предоплата. Через некоторое время эти телефоны уже не работают, а денежные средства с карт платежных уже уходят. Еще один вид СМС-мошенничества – сообщение с информацией о том, что ваша банковская карта заблокирована. Здесь же указаны номера, по которым можно позвонить, чтобы узнать об обстоятельствах более точно. По номеру поясняют, что случился сбой, и необходимы реквизиты вашей карты. Что дальше, понятно, без комментариев. СМС-мошенничество – это сбор злоумышленниками информации и убеждение клиента под различными предлогами осуществить финансовые операции в пользу третьих лиц посредством рассылки СМС-сообщений от лица кредитной организации. Мошенники, отправляя СМС-сообщения, не знают, каким банком выдано и существует ли она вообще у человека. Они рассчитывают на то, что сегодня практически у каждого россиянина есть в наличии хотя бы одна карточка какой-либо кредитной организации. Отработанных схем СМС-рассылок у преступников много. Еще один из вариантов – это приходит СМС на телефоны, что ваша карта заблокирована. Для того, чтобы разблокировать и пользоваться данной картой, вам необходимо предоставить набор, комбинацию цифр, которых вы используете. После же этого денежные средства незаметно с расчетных счетов уходят на другие расчетные счета в различных регионах, не только в Рязанской области. Их зачастую показывает практика, то есть по всей России. Пришли как можно больше СМС на номер такой-то и выиграть телевизор, машину, поездку и так далее. Знакомы, не правда ли? А мелкими буквами приписано, что каждое короткое сообщение стоит один, два, а то и больше долларов США. И выигрывает при этом каждая тысячная. Вот и получается образно, что в лучшем случае выигрываешь 100 долларов, потратив при этом на электронные сообщения тысячу. Очень распространенная схема, которая все еще находит свою аудиторию. На территории города Рязани вновь активизировались мошенники, жертвами-мошенниками становятся пожилые лица. В 2016 году таких жертв стало 88 человек. Проведя анализ складывающей обстановки, получается следующее, что основные мошенничества совершаются поздней ночью или ранним утром, когда люди теряют бедительность и ведутся на данных мошенников, выполняя их различные требования. Положи на счет 200 рублей. Маша. Самый массовый и труднодоказуемый вариант мошенничества, с которым сталкивался почти каждый владелец мобильного телефона. СМС с просьбой. Некоторые абоненты, особенно люди пенсионного возраста, пополняют счет мошенников, думая, что пишет кто-то из знакомых или близких. Далее, с помощью систем «Мобильный перевод» деньги уходят на другие телефонные номера мошенников, чтобы нельзя было зацепиться за первый отображенный номер в телефонах многочисленных жертв. И классика жанра. Абоненту предлагают получить прибыль, не выходя из дома, всего лишь отправив ответное СМС. Или выигрыш в лотерее, для получения которого тоже нужно отправить СМС. Что сделать, чтобы обезопасить себя? Я лично порекомендовал, то есть в первую очередь, это успокоиться и собраться мыслями, что происходит. Если вам позвонили на телефон, что ваш сын попал в аварию, постарайтесь неоднократно связаться с вашим сыном. Если вдруг первого раза не получилось, наберите второй раз. Также, если получилось связаться или попросите этого человека, который с вами позвонил, можно ли переговорить мне с сыном, если там речь идет о том, что он находится в полиции. И задать ему буквально простые же вопросы, год рождения, где он родился, да, кто его мама, как его папу зовут. То есть, как правило, мошенники начинают избегать данных ситуаций, заводить какие-то другие определенные вопросы, избегать этих ответов. Тут нужно сразу предполагать, что это работают мошенники и никакого факта об этом не случилось. Получается, у нас люди думают, что вот мы вопрос решим, но они пускай не забывают, что дать денежные средства сотруднику полиции, они также попадают под уголовную ответственность, да, под статью 291 уголовного дачи взятки должностному лицу. То есть, как бы, вот этот момент тоже нужно помнить всегда. На сегодняшний день телефонных обманок расплодилось великое множество. Правда, в основе, как правило, лежит несколько стандартных и довольно простых схем. Причем есть явно незаконные способы вытянуть из людей деньги, а есть те, к которым даже прокуратура подкопаться не сможет. Выявить киберпреступников зачастую бывает крайне сложно. Проводится большой комплекс оперативных разыскных мероприятий, довольно-таки очень трудоемкое, сложное, да, киберпреступность, она в настоящее время у нас развивается с каждым днем. И каждые вот эти вот шажки, только успеваем к одному преступлению приведут, они изобретают новые, новые, новые. Ну, как бы МВД не стоит на месте, развиваемся, также растем в ногу со временем. Как практика показывает, это различные регионы перевода денежных средств, сим-карты все зарегистрированы на неизвестных лиц или вообще обналичные, или там на организацию на какие-то, на однодневки оформляются. И в основном, да, происходят эти звонки, как отслеживаются из оперативных мероприятий, это из мест лишения свободы. Людям просто нужно зарабатывать денежные средства, заняться им нечем. А это очень простой заработок, очень хороший заработок. Пользуясь доверчивостью и впечатлительностью людей старшего возраста, мошенники заполоняют разные сферы жизнедеятельности. Базовые правила безопасности для владельцев сотовых телефонов сводятся к тому, чтобы не отвечать на сообщения или звонки, если они пришли с неизвестного номера. В текущий период нам удалось достичь положительных результатов. 8 фактов мошенничества мы задокументировали. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, которые дали свои результаты. В настоящее время вина данных лиц доказана. Лица признали свою вину. И в настоящее время данные дела с обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. И влияет это временное время, когда обратились сотрудники в полицию. Чем быстрее они обратятся в полицию, тем больше шансов нам хотя бы какую-то часть денежных средств заблокировать на этих счетах. И придержать эти денежные средства. Когда они там обратились, уже через 2-3 суток, соответственно, эти денежные средства уже уходят по различным счетам на различные кредитные карты. И отследить их по территории Российской Федерации практически невозможно. Столкнуться с мошенничеством можно и обращаясь в довольно крупные компании. О подобных случаях пишут статьи, снимают программы, но они продолжают грабить. Снимают площади в торговых центрах, заклеивают билборды в городах, терроризируют телефонными звонками людей. И никто ничего не может сделать. Особенностью таких компаний является разработка ряда уникальных технологий, которые и привлекают потенциальных клиентов. Скорее даже клиенток. Технология, способная восстанавливать клетки кожи, возвращая им память. В дорезок вам предложат уникальный аппарат, благодаря которому в сочетании с косметикой происходит активизация обмена веществ внутри клеток. Выделяются биологически активные вещества, активизируется циркуляция крови, нормализуется работа кожных желез, заметно уменьшаются морщины, разглаживаются рубцы и воспалительные уплотнения. Заметно повышается эластичность и упругость кожи. Действие, аналогичное профессиональным процедурам, позволяет добиться видимого результата с первого применения. Просто рецепт вечной молодости. Очарованные перспективами клиентки подписывают договоры, которые самих же их потом приводят в ужас. За последнее время в Рязани, в Рязанской области, участились количество обращений по поводу приобретения в кредит косметических средств и услуг, а также одеял и пледов. Соответственно, беда заключается в том, что люди в момент заключения такого договора кредитного не отдают себе отчет и находят состояние неосознанности. То есть на следующее утро, на следующий день они просыпаются, и на руках у них имеется кредитный договор, стоимость которого превышает 140 тысяч рублей, и колеблется в этих пределах от 50 до 140 тысяч рублей. И сложность заключается в том, что такие кредитные договоры расторгнуть нельзя, и товар такой группы вернуть и обменять также не представляется возможным. Как правило, можно составить психологический портрет таких людей. Это женщины средних лет, незамужние. Где находят такие данные представители этих организаций, мы тоже не можем знать. Но, как правило, это назойливые звонки. И здесь мы хотим наших слушателей предупредить о том, что если вам все-таки поступают такие назойливые звонки, то сразу общение с такими людьми обрубать на корню. Коллекторы. Это слово в последнее время звучит часто. Недавно в кинопрокат даже вышел отечественный фильм под таким названием. Кто эти люди, коллекторы? Чем они занимаются? Почему с этим словом в основном возникают не лучшие ассоциации? Выбивая долг из людей, которые взяли за им в микрофинансовые организации, коллекторы часто выходят за рамки дозволенного. Как пытаются решить этот вопрос законодатели, рассказали в прокуратуре области. Принят 230-й федеральный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и внесении изменений в федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Данный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Основные нововведения данного закона заключаются в том, что он достаточно четко регламентирует деятельность коллекторов. В частности, коллекторам будет запрещено совершать какие-то противоправные действия в отношении должников. Коллекторам запрещается производить действия, связанные с угрозой причинения вреда здоровью, с угрозой повреждения или самим повреждением имущества должника. Также будет регламентирован порядок встречи должников и коллекторов, также порядок взаимодействия коллекторов с близкими, родственниками, коллегами, должников. Коллекторам будет установлена периодичность звонков. Звонки и встречи должны будут совершаться с 8 утра до 10 вечера. Звонки не чаще двух раз в неделю, визиты не чаще, чем один раз в неделю. Должник получит право отказаться от встречи с коллекторами. Об этом он должен будет письменно уведомить должника. После этого коллекторы не имеют права с ним встречаться. У граждан теперь есть комплекс законодательных и практических мер для того, чтобы эффективно отстаивать свои права. А коммерческая деятельность по взысканию просроченной задолженности становится под общественный контроль и в четко определенные рамки. С вами была программа «Вызов принят». Будьте внимательны и берегите себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»